Ну вот, собственно, и все. На данном квадроцикле изначально, в версии ПРО, в мостах, он плавает, то есть, даже плавает, как бы спокойно, любой брод абсолютно, то есть. Первое и неоспоримое преимущество данного квадроцикла над обычными квадроциклами является то, что он плавает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас будет побыстрее заезд, более динамичный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так они легко преодолевают речку, небольшую. Течение, конечно, здесь небольшое, но, тем не менее, есть возможность просто уплыть, если бы мы с вами были, например, на какой-нибудь просто шине. Да, ну вот так легко «Сокол» справляется с водной преградой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, всем привет! Сегодня меня пригласили на тест-драйв. Как только узнали, что я продал два квадроцикла и задумываюсь купить новый вид техники для себя, экстремальный, меня сразу мои знакомые парни из города Ворсма, которые, значит, занимаются... Чем-то занимаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня меня пригласили на некий тест-драйв снегоболотохода под названием «Сокол». Но уже у нас был какой-то короткий такой экспериментальный обзор этой техники. Но сегодня я сам лично, значит, прокатился за рулем. Скажу, что очень интересные аппараты. Да, это не квадроцикл. Это нечто более, наверное, проходимое, но менее драйвовое. И сейчас парни дают мне понять о том, что есть даже несколько модификаций, одна из которых «Сокол ПРО» и «Просто Сокол». И они, как специалисты, сейчас точно расскажут все, именно в чем разница, в чем нюансы, хитрости именно вот этих двух моделей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто у меня очень остро стоит сейчас выбор между покупкой, значит, либо квадроциклы марки БРП, там, XMR какой-нибудь, потому что я там с вашими, так сказать, общими нашими друзьями знаком из компании «Пульсар». Вот. А пацаны мне говорят, слушай, да не надо тебе никакой этот самый БРП-шку, бери его с «Сокола». Нормально. Да, да. Ты жить хочешь? Да. Поэтому, слушай, Серега, это нормально. Квадроцикл-то, мне кажется, нет смысла покупать, если сказать. Потому что он, как бы, он говорит, чего? Есть на нем, мне очень удобно. А чем на квадроциклы? Ну, вот, XMR именно. А почему? Ну, а на такой резине, у нас просто, нет, дружок купил-то этот, на какие-то походы ехать, например, ну, какие-то расстояния серьезные, но он не для этого, он вот прям вот именно такой. Им надо лужу, и вокруг лужу. А, лужа-то, ну, собственно, по умнее. И газ вот. И потихонечку-полегонечку на драйв, значит, сильно не рулит. Радиус разворота очень огромный. Поэтому, как бы, ну, ты сейчас можешь... Ты сейчас можешь прямо, задом туда сдать, и потом поехал туда. Там развернешься на любом месте. В общем, вы, так сказать, берпишников перетягиваете на скала. А что нет? Тихонечку. Тихонечку. Очень, очень оригинальный шаг. Очень. Хотим сэкономить бюджет, ребят. А тут, как бы, ну, денег-то не надо много для того, чтобы его эксплуатировать. Расход такой же. Переместительность больше в два раза. Вот смотри. Вот, да, вот стоит сейчас Маврик. Так, два человека всего едут на нем. На прошлый. Смотри, сколько человек там сядет. Четверо, как минимум. В общем, быстренько обменяли там Соколовка мы на берпишку, на Маврик, да? Ну, все тут у них навигаторы, разные интересные штучки. Просто буксуют задние колеса. Противуруют. Да, да. Не едет, да? А ты на первой едешь просто. Приколуешься? Нет, да. Ну, да, что-то скорости как будто нет у него, да? Э, бля. Вот представьте, что мы едем на машине, на Маврике, да, это почти, да. И тут нас обгоняет этот мутаб. А что по тахометру? Я так понимаю, что здесь вот тут, как бы нам включить, чтобы она поехала. 3000, ну-ка, дай 5. 5000 оборотов. 5000 оборотов. Или он столько держит? Все, все, в газ есть. Волный газ. Может, здесь детский ключ просто нам оставили? Ну-ка, тебе сколько лет, мальчик? Ну, сравнили, как? Что, есть-то разница? Этот, конечно, значительно круче аппарат у вас. Он прям такой. Он плавый, то есть, даже плавый, три, как бы спокойно, любой брод абсолютно. То есть, не надо париться, что там он хлебнет или что сейчас случится. Потом, зимой мы тоже гоняем на снег. А всего-то отличие. Снег тоже не препятствие для него. Максимальной скорости, вы, кстати, шутили, 160 км в час, конечно же, нет. 85 стоит отсечка. А, 85, ну, это ему нужна, наверное, дорога. Ну, конечно, нет такой сильной резвости, чтобы он прям взял, там, скажем, как вот, маворик там стартанул. Нет, он плавно стартует и достигает этой скорости. Ее, в принципе, держат достаточно уверенно. Но самая нормальная крестинская скорость, вот по мне, 70. Ну, 60-70, вот едешь, вообще классно. Башня там, пересеченка или еще что-то. Колеса здоровая, а плитуда большая. За счет колес компенсация идет сильная. То есть, это же сибиряки придумали. То есть, уехал в тайгу, где нет ничего. И никого. Пару ресурс с собой, запас там, стартер, и, как бы, вернуться, ты все равно вернешься. Год уже, как бы, владения. На нем, там, сейчас, 3 тысячи пробег. На том, 2 года владения, 4 тысячи пробег. То есть, вот, ни стартер, ни генератор, все спрашивают. Вот стартер, смотрите, вот он расположен, вроде бы, как бы, внизу. Там, квадр линии все-таки достаточно высоко. Постоянно в воде, да, все. Не, 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 не. Да, неважно, дело в том, что все равно вода попадает. Вода на фото. Если вдруг крякнул генератор, там, умер. Полторы тысячи рублей достал. Позвонил ребятам в Азии. Да, да. Что доступное, я бы, наверное. Даже с доставкой, все. Ну, вот, за 2 года не умер ни стартер, ни генератор. Хотя, конечно, мы сделали подготовку. Но там подготовка, образно говоря, один день ты в гараже проведешь, там, пропшикаешься нано-протеку, и все будет в порядке. Вот парни на мотиках приехали к нам в гости. И сейчас тестят сокол. Сейчас у них спросим за эмоции. Впечатление? Ну, не знаю, приятно, мягко. Едешь, рулится, движение все четкие. Дорогу сглажает. Ну, чувство такого, чувство уверенности, что едешь, и прямо знаешь, что видишь, где проедешь. Уверен, их тормозок не хватает. Хочется, тренинг тормозок. Да, да, вот я тоже заметил, что на ручке чуть-чуть подтравливать можно. Да, чуть-чуть вот можно, ногой неудобно. Не всегда, а ты пристанешь, неудобно ногой. А вот приторможиваю чуть-чуть, и это прям было бы вообще хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второе преимущество над обычным квадроциклом – это пассажиры вместимых. Спокойно, с комфортом, скажем, сядут и поедут 3 взрослых мужчины. Даже за 100 кг веса. Мы сейчас сравниваем с квадроциклом, правильно? Да, с обычным квадроциклом. Хорошо, ящики, количество вместимых вещей, что можно увязать, как считаешь? Вот эти корзины, они, значит, в версии ПРО идут в базовой комплектации. А в полторашке их в базе нет, то есть их нужно будет докупить. Это будет как опция здесь. Очень удобные казины, на самом деле, то есть очень много всего можно туда упихать, уложить, увязать. Вообще-то в квадроцикл идет очень много всего на себе. То есть вещи, спальники, рюкзаки там различные, палатки и так далее. А теперь об основных отличиях Сокол Полтора и Сокол ПРО. На Полторашке, так мы ее называем, установлены мосты Сузуки Джимни и колеса Ободрыши. На ПРО установлены мосты Спайсер Пилот и колеса Авторос. По размеру они отличаются, по визуально видно. В версии ПРО в мостах присутствует блокировка, пневмоблокировка. То есть блокирует СОМ моста и вперед, и за. На Полтора, на версии Полтора, значит идет только задняя блокировка дифференциала и то по желанию клиента. В базовой комплектации версии ПРО мы уже видим более мощную люстру. Затем обратите внимание на корзины, они вот в базе, чего нет на версии Полтора. Но уже вот эти корзины вы можете получить за дополнительные деньги. Бензобак в версии ПРО идет 40 литров, в версии Полтора 20 литров, но в версии Полтора можно добавить в бак на 40 литров за дополнительные деньги. Цена на сезон 2020? Цена СОКОЛ обычной Полтора от 700 тысяч рублей, в версии ПРО от 1 миллион 50. Дмитрий, мы можем обратиться к вам для того, чтобы приобрести эту технику? Да, конечно. Мы готовы вам ее продать. Помимо продажи, также и вы сможете сделать тест-драйв, покатать людей. Обязательно. Да, конечно. И всех желающих ознакомить с этой чудо-техникой. Мы будем рады вас видеть в нашей компании. Михаил, а вот компания их уже выпускает не первый год. И, наверное, с каждым годом техника делает все лучше, надежнее. То есть устраняются какие-то недостатки предыдущих моделей. Ну и как бы вот СОКОЛ Полторашка. Для меня это как бы модель стандарта звучит. А СОКОЛ ПРО, насколько он как бы продвинутый, как ты сам считаешь? Что изменения какие? Конечно же, раньше упомянутые мосты и колеса были. Но сейчас, как вы видите, идет новый пластик. Сделан пластик полностью защита мотора. То есть, как вы видите, по соотношению с полторашкой. Соответственно, грязезащиты двигателя внесены в стандартную комплектацию. Ну да, вот такого закрытия как бы на этом двигателе нет. Здесь мы видим голый генератор, двигатель, радиатор, стартер. То у версии про это все прикрыто. Да, это, конечно, преимущество. Хотя сейчас уже на полторашках, на новых, 20-х годах, это тоже идет в базе. А что про рулевое управление скажете? Рулевое управление у него идет с гидроприводом. Стоит рейка тойотовская. Мы заехали в некое болото. Вот смотрите, как идем четко. Да, и друзья из команды БРП Пульсар, значит, готовы с нами поучаствовать в соревновании, так сказать, по переезду вот этой вот болотинки. Но даже нам уже нелегко. Смотрите, мы встаем. Не спеши. Сейчас сорвем. Все, вот мы, судя по всему, мы остановились. Мы остановились, проехав, ну, буквально 10 метров. 10 метров. Посмотрим, дойдет ли досюда БРП Ха. Вот сравнительный тест, смотрите, мы находимся на Соколе, да. Вот идет следом БРП Ха. Я думаю, сегодня здесь будет весело, обед им уже не светит. Ай. Ну все. Ну вот, собственно, и все. Слышали, да, что он сказал? Он сказал, бестолковое дело. Вот, смотрите, что делает Сокол Про. Совершенно спокойно идет. Ну, такое ощущение, что он как будто как в воде. Но, тем не менее, смотрите, что творит, да. Вот это вообще такое возможно. Ага, и он встает, и он встает. Все, ребята. Слушай, нет, смотри, так и идет эта тихоходка, да. То есть она, видимо, уже сейчас траву подламывает и делает себе воду. И на этой воде как бы и плывет. Да, он что-то там подключил по ходу. Вот и разница, собственно говоря, да. Ну, хотя мы вдвоем. Мы вдвоем, да, да, да. Ну вот, с техникой превосходства. Даже не стартануло. Вот, смотрите, какая разница. Вот такое вот болото. Плывучая, так сказать, ну, жесткости никакой нету. И вот такой результат. Мы, короче, торчим. У нас вот по сих пор воды. Дмитрий, как настроение? Конечно. Как ты думаешь? Как мы будем? Я уйду, и ты проедешь. Да. Ты в вайтерсах? Я уйду, да. Ну вот, версия ПРО успешно съездила туда и развернулась. Да, не быстро, но тем не менее, бедок без помощи. Дмитрий говорит о том, что тот квадроцикл, на котором он сейчас находится, Сокол, именно для этих условий. И что якобы ПРОшка, но совсем не для этого. Он за собой тащит еще сзади целый остров. Вот так работает блокировка. И вперед полностью все четыре колеса работают. Но кажется, и Дмитрий. Дмитрий и остановился. Хотя нет, смотрите, разворачивает, разворачивает технику. Сейчас будет нас толкать. Ну что там БРП, вышли и уехали? Да. Вытащили и уехали. Да, сказать больше нечего. Вышел без посторонней помощи. БРП зашла на 2 метра. Мы зашли метров, наверное, на 8. Ты съездил туда и обратно. Это на Прошке, правильно? Ну а Дмитрий что, испытывает? Испытывает стандартик полтораху. Ну, смотри, что произошло. Они зацепили вдвоем. Тащат нас, да. И буквально чуть-чуть не хватило. Но мы ему соколу для того, чтобы выйти вот из этого плена. Смотрите, и он, они вдвоем нас тащит. Просто, просто небольшое усилие. И воволакиваю. Да, вон ржут еще. Ну что, друзья, сегодня мы немного прокатились. В очередной раз протестировали эту технику. На фоне, конечно, других квадроциклов мы, как вы увидели, выглядели чуть выше. Даже не то, что по посадке, а по проходимости, скажем так, по удобству перемещения, по такой траектории полета, скажем так, Соколиного, как мы сегодня произвели. Конечно же, мы не залезали в непролазные топи. Ну, было чуть-чуть и воды, и чуть-чуть грязи. Кого заинтересовал прокат этой техники, милости просим. Соответственно, кого заинтересовало приобретение такой техники, соответственно, тоже милости просим. Мы являемся официальным представителем завода Сокол, город Новосибирск, по Нижегородской области. Ссылочка в описании будет, ниже, наши контакты, где нас найти. А так, хорошая погода, хорошую атмосферу, мы вам гарантируем. Не обязательно думать, что это квадроцикл для экстремального поезда, походок. То есть, вы можете также приехать с женами, с детьми, прокатиться по легким маршрутам, сами поуправлять. То есть, они достаточно легкие в управлении. Милости просим, ждем вас. Ну, в общем, вот сегодня целый день я провел на Соколе. Я пробовал и версию Pro, и версию, так сказать, стандарт 1.5. Но скажу, что техника очень необычная после квадроцикла. Да, но она специфична тем, что, наверное, не будет, она не настолько адреналиновая, как квадрики. Но, тем не менее, позволяет на чуть-чуть себя тачать хозяином тайги, наверное, больше. Продолжение следует...